Продолжение следует... Продолжение следует... О, как! И в 1944 году специальным указом Гиммлера Шкуро был назначен начальником резерва казачьих войск при главном штабе войск СС. Зачислен на службу как группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС с правом ношения немецкой генеральской формы и получением содержания по этому чину. То есть серьезный мужик на самом деле. Группенфюрер. Шкуро готовил казаков для 15-го казачьего кавалерийского корпуса. Боролись с партизанами в Югославии там. А потом значит в марте 45-го даже еще вот не сдался в марте 45-го. Во время отступления казачьих частей, пытаясь поднять падающий моральный дух казаков, Шкуро предпринял попытку создать особую боевую группу, волчий отряд из 2000 человек под командованием полковника Кравченко. В общем его взяли в плен и в 45-м году по решениям Ялтинской конференции Шкуро и Краснова, ну все таковые англичане, они их собственно выдали Советскому Союзу в 47-м году его вот с Красновым, Султан Гирей Клыш, фон Панвец, Тимофей Дамановым по обвинению в том, что они ввели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза. В общем приговорили их к смертной казни и повесили в 47-м году. Все, ну пособники фашизма. В 97-м году общественная организация за веру и отечество, российская организация, подала запрос на реабилитацию генералов, но суд решил, что обоснованно осуждены и не подлежат реабилитации. Вот это уже второй по счету памятный знак. Здесь вот тут фамилии генералом Российской Императорской Армии. И здесь и Краснов есть, и Шкуро, вот он, ну тут Колчак, как бы там Дутов, вот они все. Памятник, люди приходят, это уже второй, первый, я так понимаю, разрушили, уже второй сделал, это в Москве. В Москве. Люди, видите, приносят цветочки, там лопатки ставят. Ну, как бы такое, герой же на самом деле. Хотя, ну какой герой? Ну какой герой? Однако же нет. Вот такой вот плакат, я вот так, быть может, его там даже крупнее покажу, в том, что вот он есть. Не знаю, зеркалит камера или нет, надо будет потом проверить. Воспитанникам детского осада номер 221 в Краснодаре, это плакат со стены, стенд, да, на стене в садике. Рекламируют в садике, в детский сад номер 221 в Краснодаре. Там рекламируют генерал-лейтенанта СС Андрея Шкуру. Дети могут полюбоваться на портрет статного молодца. Вот он, я тут крупным планом, вот он у меня в самом начале, вот, вот так вот. Ну, статный прям, видите, какой молодец. Особенно детям, дети смотрят, вот, какой дядька молодец. И, значит, тут, я даже читаю самого плаката, даже тут видно. Значит, по фронту стали ходить легенды об Андрея Григорьевича. Немецкое командование было озадачено деятельностью волчьей сотни и обещало крупное вознаграждение за поимку шкурок. Какая немецкая, какая волчья сотня? А, это волчья сотня у него в 915 году была. А потом волчья сотня, он еще в 45 году сделал. И вот популярность шкурона Кубани набирает обороты. Андрей Григорьевич шкуро становится настоящим народным героем Кубани. Но, с другой стороны, там еще пишут, что печальная участь его постигла. В конце пишут. В годы Второй мировой шкуро занимался... Второй мировой, главное, как непатриотично. Нет написать Великой Отечественной. Второй мировой. Шкуро занимался формированием казачьих частей в составе Германской армии. И был предательски выдан англичанами советской власти, несмотря на то, что был кавалером ордена Бани и находился под защитой английской короны. Вот эти дети, дети, молодцы дети. Видите, какой герой. И воспитывает в духе российского патриотизма. Поэтому, когда-то говорит про дедов. Новороссийск, Борисовка, Кубань. Местные жители назвали улицу в честь генерала Шкурова. Она как раз вот в аккурат между улицей Жемчужной и рядышком с улицей 4-го кавалерийского корпуса, улица Захара Чипиги и рядышком с улицей Науменко и Антона Головатого. Москва вмешалась. Это 2016 год. Это не какой-нибудь там. В 2016 году Москва вмешалась срочно. Бегом там дали всем по одному месту, по жопе. Если совсем по-русски. Быстренько собрались и переименовали назад улицу с перепугу. А улицы генерала Краснова еще не переименовали. Улицу генерала можно погуглить, кстати, еще раз. Зрители сейчас смотрят. Погуглите, пожалуйста, Новороссийск, улица Шкуров. Новороссийск, улица Шкуров в картах гугл. И вы увидите, что до сих пор в картах эта улица есть. Вы даже можете ее найти и прогуляться. А в Анапе, Краснодарский край, поселок Супсех, улица генерала Краснова до сих пор еще есть. И еще в одном городе, в каком вы должны сами найти зрителей, это тоже интересно. Улица генерала Краснова есть. Что интересно, что тут переименовать даже Москва не смогла заставить жителей. Настойчиво пытались, но не смогли. Потому что они нашли, говорят, вы знаете, а это не того генерала Краснова, а другого. А какого еще генерала Краснова? А вот знаете, быстренько, быстренько, есть какой-то генерал. Есть какой-то генерал. Бритцаре был какой-то генерал, так он же был паркетный генерал. То есть он был при дворе и вообще никаких заслуг, ну просто никаких. Ну был такой генерал, да. Оказалось, что даже родственник того самого генерала Краснова, атамана. Они говорят, да, вот это имя его. Потом говорят, так он же ни о чем совершенно. Почему вы именем его улицу назвали? Они говорят, подождите, вообще не он. Мы снова передумали, значит еще какого-то генерала нашли. Тут вообще ни при чем. Ни к Анапе, ни к Краснодарскому краю, ни к казачеству. Ну не переименовывать же назад. То есть тут казаки смогли отстоять свое дело. Поэтому я думаю, что деды воевали так, как нужно. Может, Власова не реабилитирует, потому что он не был казаком? Вот, кстати, есть, да, есть большие сомнения. Если бы Власов был бы все-таки казаком, наверняка уже бы юные власовцы были бы. Боже, уже там сделали, мемориал какой-то. Но обязательно на частной территории. На государственной, на частной можно. Можно. Священник присутствовал при открытии. Губернатор был за, поддерживал открытие памятника. Да. Получил потом пожопе, говорит, нет, мы против. Так ты же был за. Ну, был за. Я колебался, говорит, но вместе с линией партии. Что ж, партия была за патриотическое воспитание молодежи. Генерал Краснов какой молодец. Фу. Говорит, да благословит Господь, говорит, армию Гитлера. Да, Гитлера, как он там говорил. Сюда вот. А, он говорит, что прошу передать всем казакам, что война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру. И будем воспитывать же детей, собственно, так, как вот завещал нам атаман Краснов. В духе российского патриотизма. В детском садике. Но фашисты, но фашисты в Украине. А в детском садике там скажут интересно. Не, в детском садике, они же говорят, ну что в детском садике, надо, вот снова нужно повторить. Надо повторять, надо. Они говорят, 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 что Андрей Григорьевич Шкуро становится настоящим народным героем Кубани. Поэтому большая часть казаков и поддерживают войну на Донбассе против фашистской, нацистской хунты, которая захватила власть. Да. Да. Ну как так? Ну вот как у них это вяжется? Ну как? А вот у вас же там Шухевич. Так вот у вас, смотрите, Группенфюрер СС. Вы его именем улицы называете. Да, ладно, там придуркам хватает везде. Но вот у вас же Степан Бандера. А со своими не хотите разобраться? Ну, нам некогда. Как в КВН. Не время сейчас. Война нынче. Вот кончится война. Будем разбираться. Чапой, так война идет. Не время сейчас войной заниматься. Война нынче. Вот кончится война. Тогда и будем войной заниматься. Всего-то каких-то там 50 нацистских организаций. Всего-то. А ты подумаешь. Где провести еще слет всех нацистских организаций, ультраправых партий, близких, да, около нацистских, откровенно нацистских? Если не в Петербурге. Мельчакова. В городе президент. Мельчакова пригласить. А че? А че? А ничего? А че? Где еще? Ни один город в Европе не хочет принимать этот съезд, но Россия организовала. Мы же против фашизма. Мельчаков, ты против фашизма? Он говорит, зиг хай, ой, нет, так точно. И как там? Ой, какой флаг там? Сейчас, подожди, надо с лагом фотографировать. А он раз в рюкзак, да, там флаг, там нацистский, там со свастикой. Какой там, какой он сейчас, подожди, какой сейчас, 2018 год? Надо с ДНРовским флагом. Все, достал ДНРовский. Потом мне говорят, в Сирию надо ехать. Не, все, этот флаг убрал, как это? Шапки менял, да? Власть поменялась. Раз, два, два, два. Все, надо теперь с российским. Потом, опа, надо снова порезать головы щеночкам. Можно достать свастику и все, все нормально. Рогозин с таксой был там? Ой, Рогозин красавчик. Слава России! Пошла зига такая, да? Слава России! Слава России! Кстати, по поводу... И мы, говорит, не будем терпеть и жить в одном государстве с нацистами и приспешниками фашизма. Слава России! Слава России! Мы вас грабить никому не дадим. Сами будем. Сами будем. Вот, сказали про флаг ДНРовский, да? Я смеюсь. Ведь они же... Чей это флаг? Откуда они его взяли? Это флаг? Кстати, флаг этот еще до войны, еще можно увидеть его на Селигере. Это какой там... Это Кукуксклановский. Кукуксклановский. Лет за пять. Кукуксклановский. Я, кстати, не смотрел. Это Кукуксклановский. Думаю, что россиянам нужно еще лекцию на полчаса про что такое Кукуклсклан. Что за клан такой? Они думают, это Клан Сопрано есть? Сериал смотрели, да? Да, да, да. Есть там Клан Порошенко есть, наверняка. А есть Кукуклсклана, тоже фамилия такая. Наверняка американский какой-то политический деятель. Сосерия Кукуклус. Или сериал. А, или сериал такой, да. Я не смотрел. Знаешь, что Кукуклус Клан? Я не смотрел. Да. Жесть какая-то, просто жуть. И что ему это? Вот им в нос... Я ему говорю, смотри, держи. Он говорит, ну и что? Так, подумаешь. А вот у вас. А вот у вас. И что ему? Что ему должен я рассказывать? Им же это фиолетово абсолютно. Вообще, это их вообще не интересует. Тут просто ни разу. Хоть бы кто-то заинтересовался, сказал, подожди, подожди, подожди. Какой садик? Сейчас, подожди, я запишу. Краснодар или Краснодон. Ты не путаешь? Краснодон. Краснодон. А то, глядишь, и Ленина свалит какого-то. Ленин. Ленин это... Ленин жив. Чего на 9 мая забивают дощечками мавзолей вот этого? Ленин. Зачем? А, не мавзолей. Ленин там написано. Стыдливо дощечками. Прикрыли досточками. Все. Как будто бы там, как будто бы его нету. Стыдно? Его же не было в Великой Отечественной. Поэтому, наверное, не участвовал. Но я говорил, говорю, буду говорить, что как только речь зайдет про похороны Ленина и переименование Волгограда в Сталинград, значит, речь идет о том, что уже там донышко черпают казны. Деньги кончились. Вся страна будет хоронить Ленина. Это как минимум даст фору месяцев три. Сталинград можно, Волгоград можно переименовать в Сталинград и Ленина хоронить. Вот это вот даст фору в три месяца, чтобы окончательно уже там деньги перепрятать, счета переписать, на жену перевести, с женой развестись, заново жениться, пережениться, потом развестись. Ну, как юристы там расписали все. Это же процедура длинная, не такая простая. А там наследство вступить, а там отступить, там налоги все заплатить, там обнулить декларацию. Все, нужно время. А чем народ занять в это время? Вдруг они прибегут уже. С вилами. Они говорят, давайте Ленина хоронить. Все говорят, подожди сейчас, не время сейчас. Ленина хороним. Вот похороним Ленина. Будем разбираться с властью, с Путиным. Ленина будут хранить в самый последний момент, когда деньги кончатся со всем. То есть, это уже признак, страна банкрот. Поднимается вопрос, надо хоронить Ленина. И к 9 мая надо переименовать Волгоград-Сталинград. Все-таки историческая битва. Но тут еще они, они, ну не знаю, просто это или не просто. Вот тут, как я, Москалькова, что ли, да, Москалькова заявила о нарушениях прав русскоязычного населения в Армении. А, это Москалькова, это уполномоченная по правам человека, бывшая работник милиции, да? Кто там? Да, да, да. Чуть ли не генерал там милицейский. Да. Так что я бы армянам сказал, вы там поосторожней, будьте наготове. Сейчас что-то тут у меня такое было из новостей. Мне очень понравилось про бунт, конечно, нас тут нетов, этих их там нетов. Просто шикарно. Их же там нет, они говорят, ну у нас там нет, но требуем нам права ветеранов. Мне просто, просто очень нравится. А почему? Ну, что тут еще, что тут еще? А, мне вот эта вот новость понравилась, мы ее не обсуждали, кстати, ни с кем. В Междуреченске, в Кемеровской области, шикарный ролик же есть, рабочие установили детскую площадку, которая простояла всего час. Сфотографировали? Отметили, разобрали и увезли. Я просто хохочу. Значит, буквально час назад приехала эта газель. Выставили лавочки, выставили забор, выставили качель. Женщина из газели в черном пуховике вышла, все отсняла, рабочие ушли в сторону за машину. И, алли-оп, они ее собирают в эту детскую площадку. Это просто, это просто кайф. Это, это, это просто умейте работать, граждане. Октябрьская, опять, двор. Это вот просто грузят. Ребята, вы просто на 5 работаете. Да кого нам 5, 10-ти балльные на все 10. Ну, то есть, как бы, по документам есть, надо отчитаться. Акт выполненных работ надо там, чтобы, ну, деньги списать надо. Фотографии приложили, все, разобрали, увезли. И так 15 раз по городу. Приехали, установили, сфотографировали, привязали к местности фотографии, потом все. Ну, а там же уже не они отвечают, кто-то же другой. Ну, по-моему, это чудесно. Это вершина эволюции. И по документам пройдет, что там установлено, когда будет отчитываться этот депутат, который снова захочет переизбираться, уже скажет. За 2018 год было установлено 15 детских площадок. Площадок, посмотрите. Они скажут, да где площадки? И говорят, хватит нам провокации. Вы, наверное, тут вообще против Путина. Увидите его отсюда. Больше этого человека никто не видел в Междуреченске. Во время войны вообще не было. Да, во время войны вообще не было никаких площадок. Дети, знаете, как... Да. Я... Вот у меня знакомый. Хороший знакомый. И я ему разную информацию скидываю. Он, конечно, он понимает, что творится. Но я его подбиваю, 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 чтобы он уехал. Он как бы... Не знаю, боязнь от этого перемена, наверное, скорее всего. Но так он понимает это все. Ну, это парень русский, он такой мыслящий. И он видит это. Он тоже... Он буквально на днях. Он пришел ко мне поздно ночью. Я ему там скидывал-скидывал разные информации. Он на эмоциях пришел. Он звонит мне ночью. Говорит, я зайду к тебе в гости? Я говорю, конечно, заходи. Пришел что-то поздно. Он ко мне пришел. Я говорю, ты что? Я несколько часов сидел и этот трэшак смотрел. Это просто жесть, что творится. И он говорит, что с разными друзьями тоже, с родственниками разговаривает и не может до них настучаться. Не понимает. Мне страшно становится, правда. Мне стало страшно, чтобы вокруг зомби. Представляешь, он осознал, что вокруг зомби. Они же больные, говорят, а не зомби. Ужас. Он говорит, да, зомби, я себе говорил, а я только увидел. А если уехать, вот, кстати, вот, пишет знак.ком, да. И люди комментируют, что эту историю наверняка будет использовать Голливуд. Прям история такая голливудская для фильма. Сценарий готовый. Бывшая комиссар движения «Наши». Кто не помнит, движение «Наши», ну, это типа, как бы, молодежное крыло Единой России. Знаете, которые именно молодежь. 89-го года рождения. 20-летняя Маша Дрокова. А, как известно, куда можно уехать бывшему комиссару движения «Наши», которая поддерживала Путина. Настоящий патриот. Да, настоящий патриот. Конечно же, в США. Да. Это вот, как ее фамилия забыл, которая «Хохлам Холодомор». Да, чтобы они там замерзли, вот с плакатом стояла. Там молодая какая-то. Да, тоже молодая, она тоже уехала в США, там грин-карту получила. Так вот, возвращаясь к голливудской истории, 29-летняя Маша Дрокова, переехавшая жить в США, попала в рейтинг самых успешных бизнесменов Северной Америки. Моложе 30 лет. Составленный журналом Forbes. Она, значит, уроженка Тамбова, 1989 года рождения, в 15 лет вступила в прокремлевское молодежное движение «Наши» и вскоре стала федеральным комиссаром и официальным спикером движения. Вот она, кстати, известна тем, что поцеловала Владимира Путина в щеку во время его визита на Селегер в 2009 году. Ну, типа, мы же вот наш лидер. Однако, затем Дрокова познакомилась с представителями либеральной оппозиции, в первую очередь с журналистом-коммерсантом Олегом Кашиным. Вот Кашин, какая скотина. Сидит там где-то за границей и вот расклевает молодежь. Кашину, большой привет. И пересмотрела свои взгляды. Девушка переехала в Нью-Йорк, нашла там работу и получила грин-карту. И теперь у нее там, что у нее сейчас, что же у нее там за бизнес? И где же, где же, где же, где же? В общем, у нее там фонд. У нее там какой-то инвестиционный фонд. Ага, 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 ага. В общем, она там управляет уже 10-ю миллион, у нее компания с российскими корнями, рожденная в Сколково. Капитал в 10 миллионов. Понимаете, она управляет активами и вкладывает деньги там в развитие. Это фонд Руна Капитал называется. Понимаете? Кстати, по... Страна равных возможностей, видите, хочешь переехать в США и стать успешным бизнесменом, войти в список Forbes, вступай в прокремлевское движение наше. Кино нужно снимать, реально нужно снимать кино. Она там руководит огромным теперь фондом. И нашим, и нашим, и вашим. Слово. Слово. Правда, да? Хорошо. И нашим, и вашим. Да. У меня еще новости есть. У тебя есть там что-нибудь? У меня еще тут есть новости. Очень хорошие новости. Давай, давай, читай. Пенсионерка в России два месяца провела в СИЗО. Просто так. 31 октября Тюменский районный суд признал Нину Трапш. Но видно спутали, как фамилия на Трамп похожа. Трапш. Ну-ка, давай ее. По статье, значит, ее признали виновной по статье угроза или насильственные действия в связи с осуществлением права судья или производством предварительного расследования. Пенсионерки назначили штрафа в размере 30 тысяч рублей и освободили. А в СИЗО в ожидании суда она провела более двух месяцев. Значит, ее арестовали, посадили в СИЗО. Два месяца ждала суда. Суд говорит, да 30 тысяч штрафа и иди. Вы понимаете? Она провела там более двух месяцев обменяли в угрозе насилием в адрес сотрудника следственного комитета. Она ему угрожала насилием. А он такой говорит, женщина, да вы мне угрожаете. Она говорит, чтоб ты провалился, скотина такая. Он говорит, ну я право, это вы мне угрожаете насилием. А арестовали ее и в тюрьму. Все, два месяца провела в СИЗО. Это чтоб неповадно было. Ни вашим, ни нашим. А то ты смотри какие. Развелось. Советский фильм был. Желаю вам. Там старик что что желал, то и происходило. Он испугался просто, наверное. Все новости читаю с сайта Политота. Я не знаю, если вы не заходите, обязательно заходите. Политота, старый, добрый, который уже, понятное дело, не торт D3.ру. Ну как не заходить? Как не заходить? Вот смотрите, битые дороги и нищета. Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения. Тот самый пример Медведев, который уверял пенсионеров в отсутствии денег, недавно заявил буквально следующее. У нас прям как передача новостей какая-то. И тут цитата Медведева. Тут надо так начать, Медведева такой, выезжает такой кадр на Медведева, он такой серьезный говорит. И он такой говорит, восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии. сказал Медведев. На конференции в Ливии, которая проходит в Италии. И говорит, и мы готовы этим заниматься. Многоходовчик. То есть, российское правительство готово заниматься восстановлением экономики, восстановлением социальной сферы, перспективными проектами, которыми нужно, можно и нужно, которые нужно восстанавливать. Это ключ к возобновлению нормальной жизни. Вот если бы он не сказал бы, что в Ливии, то все сказали, слушайте, ну какой молодец, ну он говорит, в Ливии. А это такой робкий этот голодный голос, такой, а в России? Говорит, вы видите его? Провокатор! И больше его там никто не видел, этого человека. Это тот же самый, который там спрашивал в Сибири, там где-то про детские площадки. Даже в Ливии, в Сирии, ну что, нормально. И даже не в Луганске и Донецке. В Луганске и Донецке выжил русский мир, там уже все в порядке, люди уже привыкли. В Ливии нужно восстанавливать экономику, ну что вы! В Ливии, Ливия же нам, как бы, братский народ! Как там, как? Братский народ! Ну разве не весело? Ну почему нет? Россияне смотрят, говорят, что же молодец какой Медведев! Говорит, надо, говорит, восстанавливать экономику. А жена ему говорит, дура, кто в Ливии надо? Он говорит, какой Ливии, дура, пересмотри! Сказал, надо экономику восстанавливать, социальную сферу, говорит, проекты, ключ к возобновлению нормальной жизни. Она говорит, в Ливии, он говорит, какой Ливии? Не мог он такого сказать? Что ты? Ну действительно не мог. Опять вы, наверное, что-то вот, как с Красновым вы что-то говорите, не то. Врут. Да. Врет. Каждый раз включает, что-то говорит, врешь ты, говорю, что-то говорит, все врешь. Да, да, да. Все врешь. Конкретно, но конкретно не помню. Да, да, да. Ну все. Ну все. Сотрудники Красноярского ФСБ и Следственного комитета заявили, что обнаружили в домах чиновников регионального Минсоцполитики технику, которая покупалась на деньги для ветеранов. Для ветеранов, да. А там чайники, да? Там что-то какие-то там, наверное. Да, да, да. Чайники, стиралки, по-моему. А это просто, они же, наверное, водят детей в садики, а там же, наверное, шкуро. Они говорят, вот настоящие деды. А те, которые вот эти вот деды, нафига ему чайник? Ему уже там 95 лет. А мне пригодится. И списали. Вот это там, там же вот это вот в расходах, ну, акты выполненных работ. Детских площадок сколько? Пиши 15. Пятнадцать. Чайников на ветеранов сколько? Ну, я взяла 20. Лена взяла штук 50. Пиши 300. Это чайников 300 штук. Да, как Никулин, вот этот, кавказская пленница. Пиши, да, вина, пиши там, разбила сколько бутылок, пиши там столько. Все, записали, говорят, ну, на 9 мая, ну, сам Бог велел. Все, все-таки деды, все-таки как бы очень важно. Я вот это вот новость вообще, я обалден. Россия страна равных возможностей. Это та новость, мне так нравилось. Мне картинка еще нравится. Я искупил свою вину перед Родиной, и к прошлому возврата не будет. Такой плакат советский, знаешь, мать. И вот так он прижал, мать, и, мол, у меня возврата к прошлому не будет. Ну, типа, отсидел свой срок, и все, исправился. Социалист будет строить в Брянске осужденному или осужденному. Вот они запутали нас вот эти, которые возбуждают возбуждателей. У них же возбуждено уголовное дело, возбуждено. И они осуждены, осуждены. Теперь вот они путают нас постоянно. Ну, в общем, пусть будет осужденный. На два с половиной года условно захищение полутора миллионов рублей бюджетных денег. То есть он виновен. Его осудили, но не посадили, потому что всего полтора миллиона. Он же не пенсионерка, которая там обещала. Он, собственно, и не сидел-то вообще. Там негде было, там пенсионерка сидела как раз. А говорит, мест, давайте в тюрьму посадим. Он говорит, мест нет. Вот эти вот залайки сидят, за репосты. Пенсионерку вот еще недавно привезли. Куда вас Виктор Филипков? Он говорит, я понимаю. Так уж вы дома. Пикеты одиночные вот эти вот пикетчики. Да, пикеты за одиночные пикеты. Он говорит, я понимаю. Говорит, дома посижу. Нет, ну, слава богу, спасибо, что вы отнеслись к нам с пониманием. И вот Виктор Филипков, бывший заместитель брянского мэра, бывший заместитель мэра, и теперь ему дали новую руководящую должность в городской администрации. Он стал начальником хозяйственного управления. Они, слушайте, а кого у нас опытные? Есть опытные кадры? Говорит, дайте мне лучших из лучших. Лучшие из лучших зализывают раны. Дайте мне лучших из худших. Говорит, где там Филипков? Вот такой специалист. Вот такой специалист. Надо же, говорит, всего полтора лимона статья была. А сколько же украл? Сколько он украл? Коля, сколько он тогда украл? Говорит, так 30 миллионов уже было там. 30 миллионов. А довел до полутора. В чем суть? Россия воистину страна равных возможностей. Даже условно осужденному, пусть он будет осужден. Чиновнику дается второй шанс начать новую жизнь. Говорит, не, ну он же уже как бы искупил перед Родиной. Пусть попробует начать жизнь по-новому. Самое интересное, почему его осудили условно? Потому что он эти полтора миллиона, типа, возместил. Он говорит, ты украл полтора миллиона. Он говорит, ничего, вот справка. Возместил все? Какой молодец. Ну, но не будем сажать. Тем более, и занято все, и мест нет, и в тюрьме тоже нет места. Проблема только в чем? Единственная проблема в чем? В том, что его обвиняли в хищении 30 миллионов рублей. 30. А потом говорят, ну 30. Ты там исправь 30, говорит, ну, на 15. Он говорит, ну, на 15 не исправляется. А Dan, а ты на полтора исправь еще с запятой. Он говорит, ну, вообще тройка никак на единичку не исправляется. Он такой, раз, конвертик. Ну, тут исправь, но запятая никак, вот рука что-то не поднимается за пятой. Раз, еще такой конвертик. Ну, так уж и быть. Все, полтора миллиона. и справочку да еще вот тебе еще конвертик он дает справку все возмещено держите в суд суд спрашивает прокуратуры все нормально никаких вопросов нет вытирает скушал там бутерброд с колбасой но сейчас же колбаса запрещенные уже практически кто жрет бутерброд с колбасой там же серьезные люди под колбасой там икры такой черный черный такой слой колбасой прикрыл просто в суде чтоб никто не завидовал есть претензии виктор вот такой виктор вот такой мужик вообще мировой предлагаю его назначить этим начальником хозяйственного управления вот такой мужик пусть приходит еще мы ждем его вспомнил роман икаца захотелось бы послушать начальника транспортного цеха водители иларионов и кучко приняли на себя повышенные обязательства и приказали долго жить то есть он чистой совестью человек что кстати по этому поводу говорит мэр брянска вот мне нравится тоже что можно по этому поводу сказать он отказался комментировать назначение отказался горит ноу комикс все то есть на самом деле можно сделать вывод о том что у мэра брянска в отличие от многих других мэров других городов есть вот осталось там на дунышке немножко совести ну чуть-чуть не назначить он его не мог потому что опытный хозяйственник но что-то уже сказать но вида я не знаю что сказать то что можно сказать человеком вот осудили условно дали за воровство полутора миллионов бюджетных денег от его назначить ну да ну а что делать кого же назначать там самый опытный начальник хозяйственного управления так управляет еще молодец посмотрите только на управлял дом мой машину видите меня управлял такой ужин и машина в италии уже две виллы я купил классный мужик мировой но же я такого говорить о такого что нельзя говорить журналистам как же сказать ничего не буду говорить неловко как-то а другой бы сказал что тому кто спрашивает вы провокатор увидите его и больше во брянске никто не видел этого человека который задает такой вопрос вот сейчас это казахстан конечно последнее время обижает обижает рогозина обидел выбрал ракету фалькон 9 от spacex для следующего запуска спутник вот негодяй а батуты но батуты уже пройденный этап уже сюда если попрыгать там на батуте не запускается батуты рвутся батуты этих размеров еще наверно а путин кстати вот он поддержал медведева там если словами среди убрать слова ливия то вроде как красиво звучит и путин же тоже дал интервью раша тудэй и говорит что если мы хотим буду краток если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям гражданам наших стран то мы должны не закрывать административным путем не ограничивать что-то с помощью политических административных структур а если мы с чем-то не согласны противопоставлять свою точку зрения давая возможность зрителям слушателям пользователям интернета самим разобраться где правда а где ее искажение и все-таки уволит а муж говорит жене говорит вы слышала что путин сказал во молодец мужик правильно все говорит жена и говорит дурак ты прочти кому он это сказал ну кому но он же про нас нет говорит не про нас это он во франции интервью давал также франция собственно вводит там санкции по поводу раша тудэй да там запрещает их он говорит французам ну что вы говорит если вы не согласны с чем-то то нужно противопоставлять свою точку зрения нужно давать возможности зрителям и слушателям и пользователям интернета самим разобраться где правда где искажение приехал в россию говорит вот это вот ни в коем случае не распространять то что этом сказал это я там сказал для них медведев проливию этот про францию то есть как бы есть два два путина как минимум за путин для экспорт и путин для внутреннего потребления как бы нельзя это разные двойники там их говорят по ушам легко определить дальше у путина же много двойников как их определить кто из них какой уши разные у всех там есть отдельно бурят отдельно демократ отдельно для внешнего использования отдельно для внутреннего пелевин вообще отдыхает вот это вот передача соловьёва как на там кремль путин вот эти три слова кремль путин еще что-то что-то как там рассказывает что путин сделал как он вот вот все я говорю скоро будут что он васи не видел я не знаю как он кашлянул а в екатеринбурге отменили творческий вечер с он билеты никто не купил бузова наверно приехал не буду я мне однажды в четверг и говорит ты блогер ну как будто кто как тебя знает вот бузова блогер и кто-то и бузова и они мне ну как ты не знаешь это миллион подписчиков в инстаграме я залез и посмотрел клип ольги бузовой называется вай фай даже просто шикарно шикарно просто да я пославлю тоже если не как же если хочешь давай себя на всех раздавай если ты не мужчина а вай фай что-то там чего-то там целую не целуй меня ты хочешь а получишь это пип и если хочешь ну просто шикарная песня я прям смотрел вот это искусство понятное дело у нее сколько подписчиков и просмотров ну как молодец ольга бузова молодец мне кстати вообще нет никаких вопросов кульки я же поэтому сказал у нее еще я еще один клип смотрел называется мало половин говорит мало 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 половин мало половин мало половин мало половин я открываю мир других мужчин я даже я даже помню запомнил эти слова песни там зачем я не знаю зачем но я их знаю теперь мне нравится блогер тоже bad comedian он про про фильмы вот эти вот и он как этих сценаристов пока как они кокс нюхают да дорожка по всему асфальту дорожка пошла и пошла пишет тоже под кокс не на хорошие песни почему если хочешь давай себя на всех раздавай если ты не мужчина а вай фай играла и рифма такая новая но такие же рифма раньше не было давай вай фай хороший почему не вот вот да дети песни слушать мне в детстве нравилось песню из тритопаем на плющике хране сидели в этом такси когда она пела опустела без тебя земли а кукла по кукла по почему бы нет кто-то как кукла по в действии не задумывался оказалось что это пурку а папу хуапа почему бы нет это и переводится с французского почему бы нет пукла по почему бы нет он какая такая красавица и кука ну может бывает какая-то красавица и кука потом немножко подрастаешь и понимаешь что красавицы и кубку я кубку то я в детстве красавицы и кука понимаешь и все пели ну красавица и кука и все какая кука новый мэр хабаровска борется с нищетой и вот кстати недавно все на все ноябрьские там некоторым с недельку они который может быть чуть меньше некоторым больше в социальных сетях хабаровска появилось сообщение а вылети в мадрид мэра сергея кравчука наш человек это вон он наверняка и родственников из родственников экипажа авианосца адмирал кузнецов наши люди везде сообщение сообщение о вылете мэра в вылете в мадрид мэра сергея кравчука причем на бюджетные деньги он мадрид полетел билет бизнес-класс обошелся городской казне в двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать семь рублей выяснилось что очередной слет проводила созданная в 2004 году всемирная организация объединенные города и местные власти в этом году след будет проходить в мадриде именно туда и вылетел сергей кравчук а одна из целей вышеуказанного мероприятия это ликвидация нищеты голода обеспечение партнерства в интересах устойчивого развития и многое другого и что пишут люди что 700 деревянных бараков хабаровска передают мэру привет и желают приятного отдыха он для этого поехал смотреть вот сколько он живет хабаровске это раз деревянные бараки бамс налево деревянные пара за да сколько можно как вообще нужно так обустроить хабаровскому говорит в мадрид вот билет держи слушайте не хочу им быть нужно там там знает андрей там не бережешь ты себя да сергей говорит нужно родина мать зовет он говорит билет тем более такой дорогой они говорят ну хоть посмотришь как и люди живут да нам расскажешь надо их чего только для родного хабаровска не сделаешь и отменил свой полет собственно на сейшелы и полетел в мадрид хотя вовсе не собирался ну раз собственно общественность заставила полетел на сейшелы из мадрида уже потом тут же говорится о том что он только в мадрид назад же не говорят защищать а просто сейшелы назад ну уже тут за свой счет хотя не факт нет ну как я думаю за счет ветеранов больше мы скорее кому-то кому-то достались чайники а кому-то билет из сейшел они же просроченный продукт еще дали передавили уже сколько этих десятков тысяч тонн уже не знаю этих яблок нет давит они все западное а это просроченная продукцию они свою тем более еще и дают сколько сколько таких роликов есть когда ветеранам приносят просроченные продукты открывать там вплоть до того и по моему нет еще на новый год что ли детям в садике давали конфеты мать открывай там черви ну так это с мясом что там это набор наоборот наоборот детям не хватает белков правительство же вот все уже 6 6 ноября правительство российской федерации одобрила проверку пользователей мессенджера по мобильному телефону из в интернет по моему номеру телефона новые правила предполагают что мессенджером сможет пользоваться только тот человек на которого оформлен номер телефона и чтобы удостоверить его личность администрация мессенджера должна передать операторам информацию о клиенте операторы обязаны ответить сотрудникам мессенджера за 20 минут если данные об абоненте совпадут с информацией в базе личность пользователя будет считаться идентифицированной он получит уникальный код который операторы внесут свои базы данных в противном случае использовать мессенджер запретят очень нужно кстати нововведение действительно а вдруг он путина будет там ругать а тут сразу код говорит так ругал путина какой код там у него код 1488 группа захвата выезжаем все 1488 это это скрытая пасхалка кто не понял тот поймет а вот если вот не выполнили план например по посадкам за лайки и репосты вдруг место освобождается говорит слушайте заместителя мэра брянска там надо посадить место освободилось вы что место освободилось тюрьми да не может быть срочно срочно что-то предпринять от что принципе нас с ним напомню пенсионера так нет уже горит уже даже пенсионеры боятся слова лишнего сказать боятся депутаты единой россии подготовленники молодцы кстати какие молодцы я просто надо от них вас не работают они если бы не они то то чтобы чтобы я читал какие новости про россию впечатали сегодня депутаты единой россии молодцы они подготовили законопроект о создании кибердружин да да ты кто дружинник дружина где бабуля за нее стать нибудь дружинником сможет любой гражданин достигший достигший возраста в 18 лет законопроекта обязывает следственные органы прокуратуру и прочие органы власти сотрудничать с кибердружинами в настоящее время в россии практически каждый день и тут снова вопрос до возбуждается а возможно тут по-другому и ударение под не посадить возбуждается одно уголовное и несколько административных дел связанных с публикациями лайками и репостами в социальных сетях и можно собственно ожидать совершенно справедливо что с появлением дружин число возбуждаемых или возбужденных дел возрастет в разы павлик морозов а тут будет новый как сергей возбуждающий возбуждающий возбуждатели дадут морозов такой раз мой отец лайкнул фото жабу на путина прошу принять меры а еще заставляет меня учить уроки срочно выезжаю так тут тут андрей тут же тут же не просто так тут вот этим дружинникам да и вообще за доносительство то еще премия полагается сейчас но все подзаработать молодец сынок мать говорит молодец давно его пора поганой метлой гнать из пеха заживем тебе живем теперь иди бутылки собирая сдадим в конце концов хоть хлеба купим нет но за донос то может дадут там там же от 50 по моему до 500 или до 10 миллионов смотря какая статья смотри какая статья да ольга гладских вот этом я я же ее обожаю это все это все новости ноября это до октября это очень не дошел а вот последний раз общались в октябре дал можно еще новости октября захватить но ноября наш кто-то который стал государством ничего не должно государство вас вообще не просила рожать на сегодняшний день получилось так что в молодежи подрастающим поколений складывается почему-то такое понимание о том что нам государство все должно нет вам государство вообще в принципе ничего не должно вам должны ваши родители но даже они вас родили государство их не просила вас рожать ну разве она не молодец а потом выложили ее запись ее разговора про то что она как она была пьяная там это просто прелесть а я пьяная мне запой этого третий день пью а меня вы вызвали губернатор так и так будешь заниматься соцполитикой нагреть ну конечно ясное дело пьяный вообще не пойму о чем речь идет мы буду заниматься бюджетные деньги что-то я вот мне попался тоже я там разные источники там скидывают и новости про украина тоже и все-таки нехороший пример подаете извините вот да ну как так можно по моему сейчас вот сейчас сейчас я найду чем а вот 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 в тернополе хотели поднять тарифы на проезд но люди массово вышли перекрыли дороги из-за этих протестов власти отменили это нововведение раз так можно влиять на российское общество а если такой пример возьмут жители краснодарского края до срочно вести войска на территории донбасс депутат ярославской государственной думы от единой россии дмитрий петровский предложил в россии отменить пенсию по старости ну тогда они там повышают пенсионный возраст там что-то рассказывать что надбавок нет денег нет но вы держитесь хорошего вам хорошего вам настроения даже нет вы держитесь там только денег нет вот а он сразу да что там отрезать вот этой собаки хвост по пол сантиметра давайте сразу весь отрубим и все зачем мучить собаку ну то есть пенсионеров очень народ надо быть честными кстати многие на него набросились на вот дмитрия петровского а я к нему с уважением ну хотя вы мужик честный его исключили из партии но они на все напрасно мужик же честно ведь но зачем мучить народ давайте просто им отменим пенсии да и все будет очестно да говорим вот такие люди они не так опасно но честный он же честно его за честность наверное поперли все таки не терпят честно он говорит цитата его мы привыкли говорит сидеть у государства на шее мы привыкли что она нам что-то должно а если нет бесплатного набора от государства мы чувствуем себя некомфортно нет бесплатного детского садика нам некомфортно нет бесплатного образования на же некомфортно нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно это пришло к нам с наследием советского союза а нужно от этого наследия отходить а сам на гособеспечении депутат правильно говорит ну что детки я например лично ввожу детей в частный детский сад отдыхаем мы не по путевке я на сейшелы ездил вот с этим с мэром хабаровска за свои деньги между прочим за честно украденные мои ну вернее как бы ваши но извините это что вы привыкли за бесплатно лечусь я в германских клиниках у меня там страховка я гражданин германии в конце концов этом налоги плачу мне там две виллы а вы все привыкли бесплатно хватит говорит я зачем вам посылу клинику частную и ту которая мне принадлежит а вы хотите бесплатно лечиться идите ко мне лечитесь мою клинику тут если что случится я как скрипаль же уеду тоже шея просто у человека устало понимаете ужас ну даже жалко его даже жалко затем его уволил передайте товарищу путину произошла чудовищная ошибка я всегда поддерживал партию всегда и колебался всегда вместе с линией партии передай ему говорят пройдемте пройдемте это не может быть я же это владимир владимир я буду жаловаться самому путину а вот тоже мне была такая новость в начале ноября еще пассажиры аэрофлота подняли бунт пассажиры чтобы не лететь на сломанном судне вот еще тоже разбаловались люди стучали в кабину к пилотам и требовали вернуться в аэропорт инцидент произошел в тюмени 1 ноября на рейсе номер 1509 который должен был вылететь в 720 по местному времени но вылетел лишь 1609 причина такой задержки поломка воздушного судна как утверждают пассажиры воздушный лайнер хотели отправить на рейс в неисправном состоянии но люди почувствовали неладное стали чем чем они почувствовали неладное а да 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 по словам пассажиров когда суперджет выехал на взлетную полосу в салоне резко подскочила давление у людей пошла кровь из носа внезап пустяки какие-то же неженки тоже мне разбаловались не знаю мне кажется баловство это все все-таки деды терпели до кровь из носа пошла тем более ему летчики вышли летчики пилоты говорят смотрите инструкция читают слухает вентиляция в салоне самолета производится за счет естественных щелей в обшивке самолета понимаете дует слишком что-то сильно я вот в инструкции написано все нормально как не переживайте кровь из носу надо лететь так начальством надо лететь кровь из носа надо лететь в кровь из носу пошла ну значит все летим разбаловались все таки вот деды-то терпели вот вот в ленинградской в ленинградской области где там строится а город санкт-петербург ленинградской области где там атомную электростанцию строить давно уже и устроит у меня там работал хороший знакомый и он рассказывал как строили атомную атомную электростанцию он рассказывал ночью после 12 привозят старый покупают старый материал дешевый и привозят ночью и сразу поднимает на крышу чтобы внизу никто не видел правильно стены в трещинах а потом ваш мирный атом вся европа кроет матом стены с трещинами толстыми гипсокартоном закрывают я я в то это было я бы предпочел чтобы принимали у них атомную электростанцию с соседней страны мага т чтобы понимать чтобы они не сами приема сдачи подписывали выполненных работ это было еще до войны с украиной это долбанет потом все еще покажется это да это было еще в тучные вот эти вот времена двенадцатый тринадцатый год да но даже россия всегда было тогда были деньги на гипсокартон представьте сейчас денег на гипсокартон вообще нет к не уже после 12 уже вообще ничего не привозят так просто рисуют а вот вопрос куда деньги делись до спрашивается куда делись деньги вот когда медведев говорит денег нет мол а вы держитесь те которые задают вопрос которых потом это увидите его он провокатор они же это просто тебя куда делись деньги к этому провокатор давай отсюда увидите его а куда или деньги вопрос-то важный на самом деле ответ на него уже очень не сложный вот он хроника вставания с колен живущие в лондоне дети олигарха леонида фидуна получили в подарок от отца акции нефтяной компании лукойл на одну целую две десятых миллиарда долларов это где-то семьдесят восемь миллиардов рублей ну казалось бы ну что молодцы и папа молодец просто тут как бы в чем соль новости фидун освобожден от уплаты налогов в россии так как он пострадал от санкций сша а ему еще детям в лондоне надо помогать ну войдите в положение все-таки человек ну андрей это это как мстители помните когда там говорил во франции когда они были когда помогал им там жена говорила помни о детях да 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 а вот партнер леонида фидуна по лукойлу вагит алекс аликперов он еще более щедрый папа вообще молодец он своему сыну юсуфу юсуф аликперов по подсчетам средства массовой информации ссылочки можно найти оставит в наследство пакет нефтяной компании на сумму примерно 9 миллиардов долларов правда пакет нельзя будет дробить в течение нескольких лет после вступления в наследство и тут новости просто вот новости вот от одной страницы идут одна за другим от нас другим мэр москвы сергей собянин объявил благодарность атаману московского окружного казачьего общества войскового казачьего общества центральное казачье войско андрею шустрову в соответствии с распоряжением мэра благодарность благодарность шустрофу объявлено цитата тут за вклад в развитие российского казачества военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий в москве а шустроф он в полковник фсб он принимал участие в боевых действиях в афганистане и спецоперациях вымпела спецназской гб фсб россии а 5 мая он чем занимался это вот те казаки которые с нагайками нападали на протестующих на акции он нам не царь поэтому вот точно за активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий в москве объявили благодарности а сейчас кстати тоже сегодня новость что мэрия москвы выделяет вам на 2 миллиона и 2 миллиарда рублей вот казакам тоже там какой-то какое-то обучение что будет бить гимназистов которые будут выходить на улицу ну да а мы с тобой тоже записывали ролики я говорил про то что появятся эсеры появятся эсеры сегодняшняя новость я не знаю насколько она фейковая но видео можно найти и несложно вот этого движения там где вот эти вот бешеные бабки поклонницы путина вот это вот это вот движение красно-краснодарский край по моему если не на них сегодня напали на стреляли из травматического оружия них ноги прострелены у двух мужчин в крови я не знаю насколько это правдиво так ли это было в действительности на самом деле нет но по крайней мере видео есть кровь какая-то дырки в ногах показывают ну сложно я думаю очень сложно такое инсценировать довольно сложно все-таки непростая вещь но значит кто-то на них напал я ни разу не призываю к насилию но это очень несложно и довольно легко объяснить если вы российская власть убрали полностью все социальные лифты и если вы не даете возможности молодежи каким-то образом влиять на свое будущее строить какое-то справедливое общество если вы гимназистов разгоняйте при помощи казаков на гайками а потом этим казакам объявляйте благодарность ну и видимо там еще в денежных эквивалентах мертвых президентов тоже что-то там в конверте было выделено то закончится все тем что 33 35-летний мужчины у которых подрастают дети которые не готовы мириться с тем что их детей в случае если у них будут взгляды отличные от сегодняшних властей будут избивать на митингах казаки они не в состоянии каким-то образом эту ситуацию изменить эти 35-летний мужчины они берут руки оружие будут брать в руки оружие не только в краснодарском крае в москве и петербурге это же проходила россия сто лет назад это все было уже история повторяется то же самое гимназистов бьют казаки мирные демонстрации николай отдает приказ их расстреливают чем это все заканчивается появляются эсеры потому что ну глупо воевать против солдат против казаков с нагайками потому что гимназисты всегда слабее и те интеллигенты которые считают что это не справедливо не слабее физически но господин кольт уравнял всех в правах хотя кто-то слабее физически кто-то сильнее да они берут в руки оружие не вооружаются и начинают нападать они начинают применять насилие на насилие и в этом насилие страна в этот хаос она погружается погружается вспоминайте старшего брата того дядьки труп который которого лежит на центральной площади у вас не похоронен старший брат его сашка чем занимался будучи дворянином он бомбы кидал в царей вот точно так же и сегодня будет тоже самое не сложно это спрогнозировать всплеск насилия со стороны 33 35 летних мужчин у которых подрастают дети старшие сыновья с их стороны всплеск насилия и со стороны тех которым 18-20 в самом активном возрасте когда у них обостренное чувство справедливости а в 18 лет у молодежи обостренное чувство справедливости они что делают они идут в здание фсб взрывают себя понимаете почему он был потому что он взял написал в телеграме что фсб там просто охерел да и все это вся причина зачем он это сделал потому что все у него не видит никакого другого выхода другого способа изменить общество он говорит ребята ну так жить нельзя я я тоже об этом говорю всегда я вот когда мы разговариваем я я говорю справедливости нет люди видео вот эту несправедливость они захотят хоть как-то мстить хоть как-то себя да 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 люди разделятся на две категории да люди всегда делятся на две категории те которые делят люди на две категории те которые не делят люди разделятся на две категории те которые увидев это прогнозируя будущее скажу что то нет ребята ну его нафиг я уезжаю это одна часть людей а вторая части которая по каким-то причинам не может уехать по личным причинам по финансовым по каким-то таким но которые сложно объяснить которые не хотят у меня есть один знакомый который не хочет уезжать из российской федерации считаю что если он уедет а у него есть для этого все возможности вообще все но он считает что если он уедет то это будет его личным поражением это значит что его победили а он одержал поражение и он говорит нет я буду бороться вот не хочет уезжать написать люди идеалисты но можно бороться при помощи мирного способа если у тебя есть какой-то механизм какой-то у тебя есть какая-то возможность какой-то микс который может повлиять на что-то если человека нет такого механизма интеллектуально он сожрем понимать что ну ничего не смогу сказать не могу какую-то речь толкнуть не могу там создать блог в интернете чтобы меня смотрели десятки тысяч людей не там сотни тысяч он такого не в состоянии сделать но у него есть пистолет он бы насмотрелся роликов про только не поддерживают путина у него в голове щупло это враг это они сделали мою жизнь такой невыносимой и изменить эту жизнь он не в состоянии он пошел и напал на них это всплеск насилия совершенно прогнозируемый заранее это были только по нарастающей виноват в этом не этот человек а виновата в этом власть которая допускает это пар спускать некуда и механизм социального лифта нет не может молодой человек с обостренным чувством справедливости изменять общество в ту сторону в которую считает необходимым не будучи при этом депутатом единой россии потому что другого механизма у него нет а он не может стать депутатом единой россии потому что у него папа не депутат единой россии понимаете и не прокурор и не судья и не заместитель мэра который осужден за воровство полутора миллионов рублей все у него механизма нет у него социальный лифт не работает ему варианта 2 либо уехать либо поехать повоевать куда-нибудь а уже неважно куда на донбасс со стороны российской федерации или в игил против российской федерации например если он живет где-то в мусульманской части россии он может вполне себе поехать воевать в игил да за справедливый мир а россия в сирии заявляет о том что она борется с террористами но не с терроризмом потому что с террористами бороться можно вот он террорист его можно убить и вся борьба а с причинами которые сподвигли человека стать террористом по мнению российской федерации как бороться этот же человек он вообще гражданин россии как он там очутился в игил как он туда вообще поехал по почему вот с этими причинами того себя в мусульманской части россии на кавказе в том числе они не борются а самими террористами в сирии они борются потому что если мы там с ними не будем бороться то они приедут в россию и тут будут там что-то что-то да они у вас из россии туда и уехали они сами они сами туда поехали сначала породили сам вы их и сделали вы их и создали это ваше детище огромное количество людей которые воюют на стороне и килл исламское государство ирана и ливии это и есть граждане российской федерации это та же самая причина по которой вот произошло это нападение а скоро этих казаков будут отстреливать по подворотням эсеры сегодняшние современные это гимназисты которые возьмут в руки оружие это очень интересная идея которая захватывает умы молодежи захватывает революция идеи изменения общества террор красным террором ответим на белый террор усуньте как страну захлестнул этот террор это была официальная идеология никто не осуждал террор наоборот красным террором ответим на белый террор белые говорили террором подавим эту красную гадину то есть они призывали народ к террору террорист это было не нарицательно что-то вот это террорист он с гордостью говорил про себя я революционер террорист ничего не изменилось вообще вот так прям вот так глобально чтобы людей не приличало бы идея террора вы понимаете нужно бороться не с террористами а с терроризмом нужно перестать воровать перестать назначать людей на должности которых осудили за то что они на предыдущей должности воровали бюджетные деньги ведь все люди которые живут в брянске и где там с какого города этот был крендель ведь они же это прочли эти новости молодые люди говорят а это бесполезно на выборы ходить бесполезно баллотироваться бесполезно в милицию идти бесполезно милиция его же посадила его же назначили переназначили у прокурора дом рядом с судейским домом они одинаковые они соседи у них даже забора нет между собой вот прокурор вот судья и вот главный бандит между ними живет дом у них дома одинаковые руководитель как это обычно называется в постсоветском пространстве как назначить себя главным бандитом руководитель ассоциации там ростовской ассоциации бокса да там и каких-то там еще сп этих восточных единоборств все то есть ассоциацию только быстренько создали в эту социацию никто не входит но он руководитель то есть главный бандит и у них дома одинаковые я лично сам лично сам вот я я в луганске видел такие дома они на одной улице стоят я работал я был студентом и работал на стройке подрабатывал сторожем самая древняя профессия спать за деньги служба приходил раньше еще рабочие работали и там прораб иногда ну как как раз на рабочем студент молодой слушай там перенеси там то-то туда-то еще какие-то дополнительные деньги дадим все равно тебе делать нечего да там ты достаться до утра вы что сторожить стройка строили строили дом директору какого-то завода и вот трошки подвыпивший этот самый прораб говорит ой слушай хочет я покажу тут улица там такая улица они такие сиротские дома просто такая сиротинушка понимаете дом за домом дом за дом и говорит смотри это дом прокурора это дом судьи этот дом бандита потом значит тут какой-то милиционер потом бандит и отойдет по очереди бандит милиционер бандит судья а дома одинаковые шахман на повески да они вот между ними нет вот этих вот больших заборов но как обычно любят эти соборы здоровья а им нечего скрывать у него у соседа дом такой точно и газор такой же дети там играются ну как бы они друг другу чая соседа здорово петрович на дай пилу да мне тогда вишню подпилить они дну они дружбаны у них доходы одни и те же судя по домам это же видят все это был 2000 какой-то там 90 какой-то год это был какой 2000 я был студент 90 какой-то год одинаковые дома вот дом директор а там затесался еще помню мужичок приходил у него был самый бедный дом вообще ну смотришь он прям выбивается просто выбивается а оказалось что эти участки выдавали в университете преподавателям университета а потом они по бедности своей не в состоянии построить дома но они участки получили а дома строить не за что они все эти участки продали а этот такой как муравейчик он трудился какую-то там мазанку там что-то там такое слепил себе на этом участке и он сильно выделялся а я спрашивал чей же проработает еще у это какой-то там живет а потом он приходит такой мужичок здравствуйте мы с ним разговорились а привезли лишнего бетона на стройку директор завода выписывает сам себе бетон ну поскольку он директор завода чё бетон покупать то заказывать ему прораб там три куба бетона паф приезжает 8 а куда его девать на стройке вот реально 8 кубов сейчас застынет а его не нужно столько там на какую-то нам было стяжку залить там что-то куда девать бетон он говорит ну сам виноват быстренько рабочих поснимал со стройки рабочие выкопали там где-то в огороде ямы позаливали этот бетон в ямы пекине потом будет огород тебе там что-то там бас бетон сам от на хрена была в то есть сам себе яму вырвал сам у себя сам для себя украл бетона больше чем нужно а подумать что куда его деть на стройке просто нереально а я стою там еще самый курил тогда стою смотрю этот идет горю хозяин бетон не нужен 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 андрей давай нужен мне там надо что-то залить я говорю бегом сюда мужики несите туда бетон там есть куда его заливать давайте туда туда он бегал уже застывает реально застывает бетон и тогда он пришел такой вот тебе спасибо спасибо я же там не мог сколько лет там что-то на залить ему там залили прям все это еще и выровняем тебя хочешь мной да я сам уже ой спасибо там ходил кланя за бетон дорогой по тем временам был а он преподаватель в университете или слушайте как он говорит слушать уме иногда говорит страшно прямо на вы такой андрей мне страшно и ребят вы тут живете в этом не страшно не самый бедный дом они все на меня косятся тут бандит тут насчет судья тут прокурор я говорю что действительно да вот этот вот там и фамилии называть это прокурор это а тут бандит живет прям рядом верю вам не страшно не то что он такой как бы ну привычный машины дорогие они тут приезжают они не шумят ничего наоборот говорит наоборот порядок вы знаете запретное дело порядок это это мне такие соседи едут один среди них и вот это мы так с ними сидели курили это же видно что общество устроено несправедливо и точно так же она устроена сейчас и в российских городах вот что будет делать этот молодой человек который тоже так же там на стройке поработал а у него дети подрастают ладно я молодой был идти не было а потом когда у тебя подрастают дети и ты понимаешь что ребята а как они будут жить а если они выйдут вот у нас годовщина начала майдана да то что случилось на майдане когда разгоняли студентов потому что еще вчера на тому месте а сегодня на тому месте да еще вчера стоял и палатки пикотувальники уже стоит новорично елка говорили смеялся янукович это было совершенно не смешно потому что детей побили серьезно очень серьезно догоняли по в парке они забегали в церковь они в церкви прятались священники их прятали реально били просто прохожих которые мимо там идет парочка нет а придуряйтесь что вы парочка да на самом деле вы с майдана и их там и ноги поломанные серьезно избили прям такого не было украине никогда и после этого украина поднялась кола что ребята так нельзя детей бить нельзя я не могу оставить украину такую страну своим детям вот такую в котором в которой их будут бить просто так милиционеры вот к чему приводит чувство обостренной справедливости к революциям а в россии как-то она приведет к насилию потому что возможность для революции на сегодняшний день российская власть она отрезала не могут люди выйти на улицу чтобы их не расстреляли сразу заранее но есть такой джонни сделай мне монтаж у меня монолог длинный но накипело люди выходят на улицу говорят слушайте мы не уйдем с улицы пока вы не выполните требования пока вы там кого-то не посадите ли кого-то там не уволите или не накажите какого-то милиционера который там натворил каких-то там дел страшных и возьмут еще с дуру принесут палатку тут же у главного милиционера вместе с под полковником фсб шустровым который будет принимать активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий в москве у них же в голове палатка равно майдан равно зима равно янукович сбежал царя скинули не дай бог расстреливая их монтаж будет сразу не будет этих двух месяцев не будет ноября декабря января не будет трех постов расстрелах и будут расстреливать сразу кто-то скажет а давайте принесем палатку а будет а давайте принесем палатку все там монтаж будет четкий а если вы убираете эту возможность изменения власти то вы получаете тоже сразу насилие потому что эти люди 35-летние горы служите надо идти на митинг выйти выходят на митинг там горит слушать я выйду на митинг меня свинтят посадят в тюрьму а если вас будет много мы поставим палатки то эти у нас будут стрелять нам стрелять нечем у нас оружия нет нас постреляют и убьют все но мы ничего не добьемся но его нафиг пойду я сам куплю пистолет заранее уже буду их отстреливать но мысль же такие и все будут работать на опережение национальная гвардия работает на опережение чтобы не было митингов те митингующие которые понимают что митинге уже в несмысленный покупают оружие и в итоге в итоге в час че как matter вами вот это все и тут снова люди делятся на 2 категории на те которые говорят что россия распадется на несколько маленьких государств и те которые говорят что россия распадется несколько крупных государств Я подумал, 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 подумал и решил, что нам выгоднее, чтобы Россия распалась на несколько крупных государств, чем на несколько маленьких. Потому что когда несколько маленьких, с ними будет сложнее договариваться про репарации. Они друг с другом воевать будут. А есть несколько больших, не много маленьких, а несколько больших, крупных. Там, скажем, Уральская Народная Республика, Дальневосточная Народная Республика, возможно, Русскую Народную Республику в конце концов сделают, центральную часть России. Ну и какую-то там Кавказскую Объединенную, кто не захочет быть независимым, у меня большие сомнения. Ну и отдельно, наверное, что там Сибирская какая-то, да, я не знаю, будет она отдельно или не будет, как вариант. Вот я бы предпочел, чтобы было бы так, чтобы они продавали природные ресурсы за границу, договорились бы друг с другом, кто продает алюминий, кто продает там нефть, кто продает газ, а мы бы им, ну мы имеем в виду цивилизованное что, ввели бы им специальный налог. Я уже об этом говорил, у меня даже цифры уже есть в голове, я их озвучивал, снова озвучу. Я предлагаю цифру в 15,1%, 1%, одну десятую мне, ну за идею. А они будут торговаться, скажут, ну 15,1 это много. А мы тогда скажем, ну хорошо, поторгуемся, поторгуемся, для виду, так, недельку будем торговаться, скажем, хорошо, 14,88. Я сказал, о, это выгодно. Опять 14,80. Ну так, на всякий случай. И вот так, а если будет много маленьких, они будут между собой воевать и вообще нефть добывать не будут. Я подумал, подумал, невыгодно. Думаю, на несколько маленьких частей разваливать не буду, Россию, буду разваливать на большие куски. Вот так. Вот так снова врал, 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 видите, и поменял свое мнение, представляете? Вот так Луганский вечно врет. По поводу, вот, недавно в Чечне девушка подорвалась. Да? А я, нет, мимо меня новость прошла, не видел. Да, был недавно взрыв, она там, по-моему, машину она взорвала, самоподрывом. Вот, когда, когда вот такие новости, есть тоже, тут тоже делится на две категории, такие люди, которые вот взрывают себя. Либо они на самом деле, вот эти вот фанатики, да, вот эти игиловцы. Есть еще вариант, и были такие, есть такие люди, которые до того, вот режим этот мучает людей, убивает близких, потому что и сейчас, и это было, вот этот режим кадыровский, ну, этот московский, это кремлевский режим, он убивает собственных граждан, чеченцев. Он считает изнутри, на самом деле, общество. Да, и у меня брат уехал в Европу, потому что на него хотели завести дело. Он был невиновен, а вот его оболгали, и ему пришлось уехать, он сейчас в Европу. Давай ты поскорее уже тоже, будем уже другие блоги записывать. Для того, что... А, да, да, я... И вот, когда люди не могут, особенно на Кавказе, если здесь в России еще терпят, это как-то будут терпеть, то на Кавказе люди, многие уходили вот в лес, к боевикам, они далеки были от религии, им просто хотелось мести. И многие так уходили, многие вот подрывались именно с ментами. Почему в Чечне подрываются именно, где блокпосты? Потому что менты там беспредельничают, сами кадыровцы там беспредельничают, убивают, угнетают собственный народ. Но виноваты в этом, заявляют власти, внешние силы. Вот чтобы закончить стрим, в подтверждение слов про закручивание гаек и молодежь. Игорь Орлов заявил, говорит Москва, что молодых людей, а Игорь Орлов это у нас кто? Губернатор Архангельской области. Там Орловых, кстати, куча в губернаторах. Там несколько губернаторов с фамилией Орлов. Вот Игорь Орлов, который в губернаторах Архангельской области, заявил, говорит Москва, издание говорит Москва, что молодых людей активно вовлекают в различные протестные акции, а это деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму. Цитата. Хорошо бы звучало, если бы мы ткнули конкретно в кого-то пальцем. Вообще, сама фраза, да? Еще раз. Хорошо бы звучало, если бы мы ткнули конкретно в кого-то пальцем. Но мы должны понимать, что процесс идет и носит хорошо организованный характер. Посмотрите, у нас в ряде протестных митингов участие принимали школьники, не студенты училищ, а школьники. Это делается не для дела, а для массы, чтобы потом красиво выглядеть перед заказчиками подобного рода мероприятий. Молодежь вовлекают тусовкой, возможностью поругать кого угодно, и тебе за это ничего не будет. Дискредитации основополагающих основ нашего государства. Ну это, видимо, неудачно. Путин вор. Говорит, вы дискредитируете основополагающие основы нашего государства. Это деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму. Конец цитаты. А то еще на доске напишут, Путин вор, да? А учительница скажет, хорошо, что мы при Сталине живем. А то бы вас вообще расстреляли за это. А вы знаете? А тут, я не пойму, Андрей. Они то, как-то, я не могу их понять. То говорят, в советском времени так хорошо жили, а тут говорят, что вас бы расстреляли. Так мы хорошо жили или расстреливали? И чтобы уж совсем такую жирную точку. Резонансное происшествие произошло в одной из школ Воронежа. На общем родительском собрании директор учебного заведения выступил с речью о тлетворном влиянии западных либеральных идей на умы подрастающего поколения и раздал родителям буклеты под названием «Что делать, если мой ребенок враг народа?» Вы посмотрите, что с нами делает Америка. Санкции, обвинения в убийствах, оголтелая пропаганда в международных СМИ. Мы, как всегда, начали за здравие, закончили за упаковку. У него поржешь, конечно, поржешь. Оно бы, как бы, было бы, конечно, все смешно, если бы не было бы вот так вот бы печально. Понимаете? Конечно, было бы не так бы все и смешно. Есть о чем подумать, правда? Не то слово. Есть о чем подумать. Предлагаю подумать. Думайте. 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 Продолжение следует...